всем привет наконец-то я дошел до того что решил поменять шпиндель на станке глядя на то как лихо вы протачиваете прутки в своих станках меня жаба душила потому что я не мог этого сделать потому что шпиндель у меня был цельный то есть я взял в баклушу кукурузного комбайна дон бабку переднюю и вот там был такой вал тут посадочная на 60 подшипники и здесь 70 внутри подшипники стояли вот такие вот ну то есть шариковые два шариковых подшипника закрытых они были закрыты и то есть никакой смазки ничего я как вы наверно знаете кто смотрел раньше мои видео по токарному станку переделал на конические подшипники 7 212 размер внутренней 60 наружный 110 на конические подшипники переделал и переделал на масло для этого мне пришлось задний край бабки передней заказывать спецсальник 60 на 110 а в передний край вот такая у меня регулировочная крышка которая упирается в подшипник и задавливают регулирую но регулирую шайбами регулировочными вот эта крышка уже кто знает бдт барана дисковая тяжелая эта крышка от нее у нее вот этот вот диаметр 110 то есть подошло идеально просто пришлось покушать просверлить 4 отверстия под болты эти регулировочные шайбы dt 75 с кареток там таким же образом регулируются конические подшипники то есть накладывая таких шайб вот они еще есть не разрезанные у меня накладывая шайб и потом выбираю зазор убирая по одной шайбе эти шайбы они разной толщины и позволяют достаточно точно отрегулировать нашел наконец-таки я материал труба внутренней 45 то есть такой же диаметр как внутри в патроне 160 45 а внешне был внешний диаметр был это вал короче от карма раздатчика здесь шестерни стояли по краям и дальше еще продолжение были они соединялись вот так вот вот видите высверлил вот такие вот оси были на электро клёпках то есть ставленный вал на 45 и заварен был через отверстие мне пришлось вот так вот под погонить этот вал но сюда встанет планшайба уже смотрел вроде перекрывает должно быть нормально так вал этот был здесь он был 58 здесь 63 мне надо 60 и короче я в своем станке умудрился в центрах задней бабкой проточить на 60 то есть точно по подшипникам подшипники сейчас заходят только с под молотка и даже вот эти ограничительные шайбы они тоже с под молотка это я уже сейчас подведу куда мне надо их они они совсем не шевелятся нормально плотно подведу по граням где мне нужно будет подшипники выставлять и обварю по легкому чтобы были ограничители для подшипников потому что этот вал середине на утолщение родной а этот на уменьшение вот и здесь чуть-чуть я сбил потому что здесь про тут было видно про . токарные нарезки но токарь или поленился выставлять или ему это не надо было скорее всего не надо было просто и здесь было коленвалом проточено я побоялся что потом у меня будет телепать вибрировать короче бабка из-за этого из-за разного веса и действительно когда я вставил в центра поставил скорость побольше у меня начала чуть-чуть трепать и ну потом скорость убрал снял выровнял все тряска прекратилось то есть правильно сделал что убрал чуть-чуть отсюда но он сейчас получился 57 по моему нормально вот а теперь я буду делать что выставлять кольца и обваривать их и дальше будут собирать вот что получилось в итоге обварил и теперь можно будет подшипники уже на прессовывать дальше покажу ну вот один есть просто его не до грел феном ничего чуть-чуть постучал и пошел нормально сейчас буду таким же макаром 2 выставлять назло всем правилам второй подшипник погрел я внутри газовой горелкой по идее цементацию я не трогал на роликах открытым огнем только внутреннюю обойму разогрел и она сделала шлеп и все и подшипник сил два подшипника сидят сейчас остынут опять и уже наверное можно будет собирать потихоньку шпиндель бабка вставлять бабка выглядит вот так сейчас вот такая вот штука хотел сюда поставить по два подшипника то есть конический и шариковый но видите проточки мало сильно узко померил получается здесь стопорное кольцо еще ставится но с этой стороны его нет потому что здесь крышка давит а с той стороны сзади точно такое что парное кольцо держит подшипник обойму и получается что вот это вот расстояние сильно мало то есть второй подшипник будет сюда выглядывать больше половины внутрь то и толку от него не будет совсем и поэтому оставлю как есть два конических ну да и если бы делал на родные мне пришлось бы ограничители ставить по-другому совсем я уже сделал просто по два конических ведомый шкив будет у меня он будет сквозной одеваться будет он вот так или вот так посмотрим там как по месту хватит где тут сальник будет стоять возможно этот ободок вот этот ободок мне и не пригодится потому что он садится очень плотно под молотка его забивают и может быть он такой останется стоит шпиндель все на месте смотрите в нем дырка вернее отверстие это не дырка это отверстие елки-малки а неужели у меня станок будет теперь с таким вот штукам сюда осталось крышку поставить сальником с шайбами регулировочными с этой стороны маслоотражательная шайба стопорное кольцо и сверху теперь еще станет сальник 60 на 110 и дальше тут уже шкив наденется так и сейчас вопросик на будущее у меня есть такой план смотрите у меня есть вот такая штука конус морза 4 хочется вот сюда все-таки чтобы был тут конус возможно ли потом уже да когда соберу все проточить здесь и здесь ее может быть сбить чтобы она запрессовывалась или тут уже как не делай все равно конус будет бить токаря скажите как быть получится ли у меня такая задумка чтобы еще там был и конус 4 жду в комментариях так но теперь устанавливать сальники крышку регулирую и уже можно будет тогда и запустить посмотреть как гудеть будет масло налить надо будет конечно не забыть так что встретимся уже на полу готовом вот установил сальник задний он у меня немного выглядывает потому что там стопорное кольцо и дальше я его поставить не могу ничего он не пропускал нормально и переднюю крышку сейчас под натянул подшипники так что он свободно не крутится но от руки от руки крутится все гореть не будут потому что на тракторах мы натягиваем намного сильнее их и они работают не горят так что нормально сейчас задача шкив на прессовать наверно тоже буду его греть горелкой и на прессовывать все мужики сделал стоит шкив все нормально его под нагрел его над руки зашел поставил на два болта стопорных она на в темноте тут не видно будет ну вот короче фиксирующих верни болта все нормально все там крутится работает а теперь индикатор честно сказать я не ожидал такого результата смотрим частота 6 половина герц помаленечку или верю что я на своем станке так проточил то есть сразу поставил после резца видать были шероховатости все равно и я уже вот сейчас на готовом шпинделе то есть как он сейчас стоял просто шлифанул чуть-чуть 800 наждачкой поглажи сделал теперь получается сколько там пол сотки пол сотки береги так что теперь осталось разобраться мне с планшайбой с патроном у меня на этот случай даже есть новые кулачки прямые еще не расточены и ни разу специально берег на этот случай как поставлю патрон покажу ну все вот я собрал его поставил патрон слегка проточил планшайбу надо было все равно потому что знаете да наверно при перестановке с одного шпинделя и на тот же если даже ставить на родной все равно будет биение вот проточил планшайбу кулачки я точил уже давно и смотрите что получилось сейчас я кулачки не протачивал даже я вам покажу потом ничего лекального поверочного у меня нету поэтому я использую распылитель от форсунки он все-таки должен быть ровный надеюсь короче такое биение а сейчас покажу что кулачки не расточены и покажу как смотрится вот это технологическое отверстие теперь вот они кулачки точеные у меня действительно давно наверное их весной или зимой еще точил то есть полгода минимум не трогал а думаю на этом можно закругляться всем удачи пока здоровья до новых встреч